Всем привет! Сегодня я вас хочу познакомить с пластинами для стемпинга и стемпингом в целом. Хочу вам познакомить с моей первой пластиной для стемпинга. Выглядит она вот так. Такая маленькая, круглая. Заказывала я ее на каком-то из сайтов Украины. Воспользовалась ей буквально несколько раз. Отпечатывалась она не очень хорошо. Наверное это было связано с тем, что была сильная жара. Вот сегодня, на сегодняшний момент я живу в Израиле и температура воздуха у нас сегодня позволяет испытать пластины. Поэтому давайте будем пробовать. Вместе с этой пластиной ко мне пришел вот такой вот стемпинг. Как мне казалось на тот момент это будет очень удобно, но в процессе работы этот стемпинг мне не очень понравился. Почему? Потому что подушечка здесь не очень удобная. Она сильно упругая, твердоватая, большая и маленькая. Хотя казалось бы, должно быть наоборот очень удобно. Маленькая такая для маленьких рисунков, большая для больших. Вот, ну нет. В общем с этим стемпингом мне пришли вот такие два скребочка. Тоже, ну не знаю, как по мне не очень хорошо. Они тоже очищают гель-лак с самой пластины. Почему я так думаю? Потому что мне есть чем сравнить. Потому что я заказала еще один стемпинг. Вот. Выглядит он вот так вот с крышечкой. Прозрачный. Видите, я его немного испортила. Просто слегка смазала средством для снятия лака. Вот. Подушечка здесь мягенькая довольно-таки. По сравнению с этой мягенькая. Дальше один из плюсов, самых главных и важных. То, что ты видишь рисунок. Как его расположить, как подвинуть. И вот видите, опа, отпечатал. Сегодня, в общем, мы попробуем. Все я вам покажу. Дальше я покупала в магазине, тоже на Украине, вот такой вот Defender. Жидкая лента для маникюра. И она обошлась мне в 50 гривен. Может чуть дешевле. И, в принципе, могу сказать, что она работает. Даже как бы такие небольшие деньги. Сегодня мы тоже в этом убедимся. Дальше у меня есть с Украины жидкость для снятия лака ноготок. Самый обычный лак ноготок. Тоже ноготок бордовый. Зеленый такой. Белый уже Max Mara. И вот этот вот, я не помню, лак маникюрный. И не помню, от кого он. Но это не важно, не суть. Они все работают. В общем, дальше у меня есть вот такая вот пластина, которая пришла в ее обозначение BRL 054. Вот такая вот с подложечкой пластмассов. Видите, что очень удобно. То есть основание не царапается. Вот. Мне захотелось вот такой вот геометрию. Вот такую вот искала очень долго. и все-таки нашла. Вот. Они все работают, все очень круто смотрятся. Вот. Мы, наверное, сегодня воспользуемся ею. Дальше у меня есть вот такая вот пластина с всякими узорчиками. Вот. Обозначение ее, вот видите, да? BCN 014. Кого интересует. Дальше. И заказывала вот большим, большом количеством вот такие вот пластины. Вот совушки. То, что сегодня модно. Вот ее обозначение пластины, кому интересно. Вот цветочки всякие. Дальше. Дальше. Вот такая вот пластина. Вот. Розы мне очень хотелось. Какие-то цветы ромашки. Видите? Цветочки. Я не очень умею рисовать. Точнее, можно даже сказать, что я не умею рисовать. Я могу немного срисовать что-то. Вот. Ну, в общем, пластины мне как раз-таки придут кстати. Вот некоторые я даже не открывала. Видите? Они здесь как поцарапанные. Но это ничего страшного. Я отклеивала, смотрела. Не бойтесь даже брать такие пластины. Это просто сверху они лежали, поцарапалась пленочка. Внутри они все целые. Вот. Смотрите. Видите? Здесь исцарапанные все полностью. А здесь вот все целое. В общем, приклеиваю обратно, потому что пользоваться пока не буду. Жалко, чтобы они у меня черные, сцарапались. Часики, видите? Песочные. Такие интересные рисунки. Я вам не показала здесь на прошлой части как обозначение. Вот такое. Кому интересно вдруг. Дальше. Есть вот такая тоже она старапана. Видите? Я уже отклеивала, смотрела. В общем, она все целая. В принципе, с ней все хорошо. Вот. Ее обозначение сейчас мы найдем. Вот она. GQL 06. Такие вот, видите, туфельки, звездочки. Всякие слова, буквы. Мне что хотелось этого. Крестики тоже это было модно. Вот. Дальше тоже всякие вот слова. Вот название. Вот такие вот пластинки. И вот последние из моих пластин. Вот такие всякие реснички, губки. Вот это очень интересные. Как по мне. Вот видите, отдельные рисунки какие-то можно. Очень интересно. И ее обозначение номер. XYZ17. Вот. Ну, в общем, давайте попробуем. В первую очередь, что мы делаем. Мы, наверное, нанесем на пальчик вот этот вот Defender. Жидкую ленту. Чтобы не запачкать. Будем ее от бокового валика по кутикуле. И вот здесь вот доведем. Сделаем сразу на нескольких пальчиках. Давайте на мизинчике. Вот так. Пока подсыхает Defender наш, мы пока возьмем, подготовим пластину. И выберем лак наш. Какой мы хотим. Так. Давайте все-таки возьмем вот эту вот пластину. Мне так хочется. Мне так нравится геометрия. Нам и, и, и где-то был наш скребочек. Так. И где же он? Наш скребочек где-то здесь. И вот он завалялся. Вот скребочек. Этот скребок шел вот с этим скребком. Как по мне это с этим стемпингом. Как по мне он очень удобный. Так. Очищаем аккуратненько, чтобы не вымазать, не стереть наш Defender. Мы вытираем, смачиваем жидкости для снятия лака. И давайте какую-то небольшую выберем. Давайте вот эту, наверное. Вот эту я еще не пробовала. Так. Готово. Дальше мы. Возьмем. Возьмем. Давайте бордовый. Мне нравится бордовый. Лак. Так. Дальше наш стемпинг. Что мы делаем. Подушечка выпала. Не бойтесь. Такое бывает. Не только у меня. Дальше наш стемпинг. Стемпинг. Мы очищаем скотчи. Простите, вам не видно. Я здесь ленту себе приклеила скотчи. Оставляю его пока там пусть стоит. Или в принципе снимаю. Вот. Приготовили. Теперь. Сейчас мы делаем все очень быстро. Потому что лак имеет свойство высыхать. Быстро очень. Поэтому мы наносим, вытираем и отпечатываем. Вот это. Мы выбрали. Вот это. Вот это. Так. Так. Здесь вытерли. И бегом на пальчик. Какой мы выбрали. Вот этот. Вот. Смотрим. Опа. И по-моему я это криво сделала. Посмотрите. Да. Я это криво сделала. Но ничего страшного. В общем вот так. И по-моему здесь наш Defender тоже высох. Мы можем просто продемонстрировать, что он работает. Вот смотрите. Снимается. Видно? Всего лишь за копейки. Поэтому не бойтесь покупать то, что недорого стоит. Смотря что. Вот. Видите? Снялось. Здесь можно подправить щипчиками. Забрать. Или пинцетиком. Простите, но пинцетик у меня далеко. Можно в принципе захватить нашими кусачками. Опа. Давайте дальше. Это мы потом вытрем. В принципе можно и сейчас. Давайте, чтобы не занимать ваше время, я перейду дальше. выберем другой лак. Давайте возьмем. 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 Давайте возьмем цветы. Розы. Я их еще не пробовала. Давайте розы. Возьмем. Что нам надо сделать? Нам нужно вытереть в первую очередь скребочек. Потому что он остался в прошлом лаке. Возьмем. Берем. Новую. Новый ватный тампон. Смачиваем в жидкости для снятия лака. Дальше. Очищаем нашу. Будущую. Пластину. С цветами, которые нам нужны. Смотрите. Почему-то они черные. Хотя я не пользовалась. Так. Дальше. Стемпинг. Мы тоже очищаем. Я буквально несколько раз скотч его пообкатывала. Пластину. Дальше. Мы берем наш красный лак. Как вы помните, это самый обычный лак. Беру сразу в руки пластину. И ни в коем случае не касайтесь того места, выбранной вами картинки, руками. Потому что руки жирные. И мы очистили только что пластину. Поэтому не стоит касаться. Мы выберем буквально пол рисунка. Зачем нам полностью. Вот так вот. Смазали. Скребочком быстро очистили. Я бы еще, наверное, очистила. И отпечатываем. И не отпечаталась. Может быть, я сильно долго это делала. Давайте попробуем другое что-нибудь. Рядышком. Или давайте это же все-таки. Может быть, лак еще сильно свежий. Потому что лак, в принципе, один и тот же. И тот ноготок. И тот ноготок. И тот ноготок. Хотя там написано гель. Ну, кто знает. Так. Так. Готово. Еще раз темпинг готовим. Хотя есть вот немножечко цветочки, которые отпечатались. Еще раз на розы выливаем. Точнее смазываем. Быстро вытираем. Быстро отпечатываем. Вот отпечатались розы. Но очень плохо. Я смазала все. Вот так вот. Видите? А давайте теперь вытрем. Точнее не вытрем, а снимем наш Defender. Defender это жидкая лента наша. Которую мы также наносили и на мизинчик. Точнее на область, на боковых валиков и кутикулу. Плохо она ссадит. Вот. Мне надо было просто толстым слоем нанести. Честно вам скажу, я никогда еще не пользовалась. Так. И смотрим теперь. Вот еще можно снять. В общем, это в принципе можно вытереть. Наши жидкости для снятия лака. Другой пальчик. Залезла. Так. В общем, по-моему, здесь даже залезла Defender больше, чем надо. Ну, важно. Ладно. Не суть. Главное, в принципе, розочки отпечатались. Просто нужно было... Я поняла, в чем дело. Посмотрите. Этот лак. Розочки вот такие. В принципе, можно будет навести. Но лучше это допользоваться. Посмотрите. Я поняла, в чем дело. Этот лак красный ноготок. Он у меня недавно. Я им не пользовалась. Он у меня жиденький. Видите, какой. А этот бордовый, можно посмотреть, что он гуще. Он гуще, чем тот. Вот. Возможно, вы не видите этого, но я вижу, он гуще. А этот, он, ну, он не такой, он жиденький. Возможно, потому что гель написан на 3D, не знаю. В принципе, вот этот черный, он тоже работает. Давайте им еще попробуем. Так. Пластину, в общем, мы потом вытрем. Давайте я очищу свои ноготочки для того, чтобы было место куда. А мы можем быть сюда. Давайте на большой сделаем что-то. На большом, по-моему, у нас еще ничего не было. Давайте попробуем другую пластину. Вот такую вот совушку. Вот такую. Сейчас я вытру скребочек наш от красного лака. Так. Готово. Так. Дальше, что мы делаем. Мы скребочек, ой, скребочек стемпинг. Отпечатываем. Очищаем его на скотче. Есть. Готово. Дальше мы готовим нашу пластину. Смачиваем жидкость для снятия лака. Очищаем нашу совушку. Дальше. Найдем ей время. Можно даже подуть, чтобы она высохла слегка. Открываем наш лак. Черный. Почти высохла. Там можно видеть. Вот. Видите, вот такие как полосы странные, не странные. Вот видно, как какая-то жидкость там была. Вот она высохла, уже видно. Сейчас ветер прекратится. Так. Смазали. Стерли. И, по-моему, у нас ничего не будет. Вот видите, я сделала. Опа. И, по-моему, не по-моему, а точно оно не отпечаталось. Нужно было, значит, толще слоем. Сейчас мы сделаем еще раз. Или потому что еще жарко. Нужно было, наверное, кондиционер включить. Неважно. Сейчас еще раз попробуем. Потому что совушкой я точно пользовалась. Девочки сделала на желтых ноготочках. Так. Еще раз. Промакнули хорошо. Был у меня и такой момент, что я плохо ее промакнула. Я потом поняла, что я плохо это сделала. И отпечатываем еще раз. И, ну, так себе. Нужно было еще раз хорошо вытереть. И тогда бы совушка хорошо отпечаталась. Нет, мы сейчас сделаем еще раз. Третий раз. Испробуем. Так. Все быстро-быстро. Отчищаем. Готово. Дальше. Пластина. Так. Все быстро-быстро. Давай соседку твою возьмем. Соседку-совушку или подружку-совушку. Так. Снимай. Что-то я все сняла вообще с совы. Эх. Почему так получается? Кто знает. Рядом рисунок отпечатался, а сова не хочет. Это как понимать. Честно говоря, прошлые разы я тоже очень долго мучилась с этой совой. Подружке своей удалось перевести, наверное, раз на десятый. Без преувеличения. Мы сидели очень долго мучились, но тогда была жара ужасная. Сейчас жары нет, но у меня здесь ветер от окна. Может быть, это еще влияет. Кто знает. Вытерли опять скребочек. Не теряем надежды. Давайте не совушку. Давайте рядом что-то на этом рисуночке. Давайте уже вот этот вот. Вот. Как ни странно, листочек почти отпечатался, полуотпечатался. Думаю, что все еще слишком жарко для стемпинга. Нужно кондиционер включать. Ну вот, все забирает стемпинг. Наверное, может, не тот угол. Нет. Вообще нет. Будем другое пробовать. Пока что-то не сделаем с этой пластиной. Нет. Вот все забирает с этого самого и все. С пластины. Что такое? Что такое? Что происходит? Я думаю, что я просто все забираю, скорее всего. Потому что много чего отпечатывается кусочками. Поэтому, девочки, я думаю, что нужно просто скребочком. Может, я еще просто не научилась, как правильно это делать. Думаю, что на этой веселой ноте мы закончим. Точнее, не очень веселая. Ну, в принципе, я не очень-то и расстроена. Просто я думаю, что и сильно жарко. Жара влияет. У нас на улице плюс 35, плюс 40, 45. По-разному бывает. Просто сегодня еще ветерочек. Поэтому, девочки. Я думаю, что я, возможно, еще не по правильным углам это делаю. Периодически. Потому что, во-первых, мне неудобно. Во-вторых, наверное, еще потому что я не научилась правильно это делать. Поэтому пластина, в принципе, рабочая. Я же говорю, я отпечатывала точно эту совушку. У меня все получалось. Вот. Сегодня просто какой-то неудачный момент. Неудачный день. Или неудачно поставленные руки. Вот. Поэтому, вот так вот. Рекомендую все-таки пластины для стемпинга. Это очень быстро, удобно. И девочкам всегда вы можете показать своим клиентам, девчонкам, какие у вас есть дизайны, готовые. И не нужно ничего придумывать. Бывает такое, что девочки приходят и не знают, что им сделать. А тут, опа, показали вы свои пластины. Вот такие вот. И можете сказать, что вот такое, вот такое я могу сделать тебе. То есть, ну, думаю, что каждый будет приятно. И каждый это понравится. Поэтому, девочки, всего хорошего. Спасибо вам за просмотр. Буду рада, если вы мне поставите лайк. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok